шалом всем мы сегодня поговорим связано это с недельной главой которую будем читать без аташе синагоги это еврейская одежда или может быть даже не еврейская одежда и вообще одежда одежда на еврите называется бегед бегед это одежда бегадим ты хочешь купить одежду бегадим и интересно это тот же корень предательства то есть есть у нас богед да человек предатель и бегед это тоже от того же корня предательства и конечно просто так на святом языке ничего не бывает и это не просто случайность да потом говори тоже одежда это левуш 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 это тоже они митлабеш да на иврите мы говорим я одеваюсь да и левушим тоже так говорят левушим может быть на современном языке может быть меньше говорят левушим и говорят гадим но тоже левуш тоже пользуются вот это вот этим корнем левуш да ламит бетшин так в талмуде уже написано левуш это от слова лё буша не стыдно то есть интересно так у нас есть два аспекта хотя бы может быть еще есть какие-то да ну бы два слова буквально в начале урока скажем с одной стороны у нас есть бегед что это бегеда это предательство есть у нас левуш это лё буша не стыдно не позорно да потому что буша на иврите это позор стыдно да алло это не не стыдно так как вот объяснить вот эти слова по простому да буквально как на иврите у нас говорят чуть-чуть буквально что мы знаем в начале творения мира когда бог сотворил адам и еву у них конечно сотворил их в теле тоже тело которые у нас и там была душа так же как и мы есть у нас да душа и есть тело и во время до того как мы согрешили и съели с древа познания добра и зла мы в принципе нам не требовалась одежда не требовалась одежда когда одежда вдруг нам потребовалась и более того даже всевышний сказал и подарил человеку в я дал им такие кожаные одежду сначала сам адам покрылся потому что он как-то стеснялся ему было неловко то что он без одежды полностью голый да но выходит да что одежда это в общем пришла в мир у человека после греха потому что действительно с этим одеждой мы отличаемся мы живое существо животное живое существо которые отличаются от всех животных в мире которые у них одежда она сама по себе да это конечно одежда у нас тоже спасать нас мы одеваемся чтобы нам холодно не было да у других животных есть у них вот мех который их спасает это твой другая они не нуждаются в этой одежде а человек он нуждается в одежде именно после греха когда мы съел человек с адам и еб с греха познания добра и зла почему что это такое так надо объяснить в этом что до греха у нас не существовала разрыв между нашей душой и нашим телом сегодня после греха есть ценности божественной духовной нравственной которые символизируют душа и она стремится к этому а тело после греха она стала стремиться к каким-то страстям каким-то не совсем соответствующим в общем нормам уровню той души то есть выходит что тело с какой-то стороны оно предает она предала истину личность человека потому что если человек он его душа да в создании всевышнего вот эта частичка всевышнего которая находится у него она стремится к чему-то высокому да чему-то духовному тело к сожалению тянет другое место оно предает она занимается очень часто предательством и поэтому одежда оно покрывает это вот наше тело чтобы у нас не было вот этот позора лё-буша чтобы не было вот этого стыда и позора когда тело не выполняет полноценным образом то свое предназначение но важно сказать когда сегодня выражается наше тело через разные нравственные дела божественные дела и наше тело ведет себя правильно ведет себя кошерно так это тело когда оно одевается так это тело одевается и она украшает тот инструмент тело инструмент который он реализует вот эту душу нашу святую душу которая находится в нашем теле поэтому с одной стороны конечно тело оно может быть большим предателем того то что и поэтому для того чтобы не было стыд надо это скрыть его но с другой стороны именно тело оно может несмотря на то что его тянет вниз перебороть свои страсти и возвысить и осветить тело и тело должно быть более высокое само тело внешнее и оно одевается специальными одеждами поэтому одежда вообще в мире иудаизме она очень важный факт это не просто так вот например когда мы говорим про скромную одежду особенно у женщин да потому что мы хотим выразить не тело а мы хотим выразить личность да что же тело посмотрите как королева Англии да всегда на ее фотографиях она полностью у нее закрыто все у нее все красиво но все закрыто тело шапочка на голове потому что мы встречаемся не с телом этой женщины этой девушки мы хотим встретиться с личностью да также у еврейского народа поэтому есть действительно очень много разных различных законах которые связаны именно с одеждой но я сегодня хочу с вами поговорить с Божьей помощью про нашу недельную главу про особые одежды посмотрим что успеем хотя бы чуть-чуть успеем да на нас особые одежды которые написаны в нашей недельной главе а именно мы в нашей недельной главе в наших недельных главах да вообще вот последние как я вы знаете пять последних глав книги шмот они в основном кроме перерыва который будет на следующей недельной главе который тоже говорит о этом но там есть грех золотого тельца в основном все главы говорят о строительстве мешкана строительство переносного храма и конечно храм существует в нем сам храм сам вот этот шатер он называется шатер откровения потому что там есть Всевышний является и общается с нами да это первое и второе есть утвари в храме есть например ковчег завета менора стол жертвенник воскурения жертвенник там приносили жертвоприношения это тоже все в храме и конечно в храме основные служители это когены и у когенов была особая одежда и если коген служил в храме без этой одежды это было страшное смертная казнь небес да и мы знаем что у когена они делятся у нас есть обыкновенный коген который называется коген идиот у него были специальные для его служения четыре одежды а у первосвященника у него дополнительно к тому то что было у обыкновенного коина были еще четыре одежды итого восемь одежд да и конечно же когда мы смотрим на эти одежды это не просто так прийти и сказать ну одежда и одежда так одевались оно имеет глубокий настоящий времени для нас огромный огромный смысл я хочу с вами сегодня с Божьей помощью посмотреть что такое эти одежды и как они касаются лично нас каждого давайте посмотрим есть у Мальбин это известный комментатор Мальбин он когда он перечисляет здесь все он говорит следующее я вам читаю написано что Всевышний обращается к Моше и говорит ему я прошу тебя это 28 глава в книге 2 стих сделаешь одежду священную огороду брату твоему для уважения и для великолепия я бы так перевел каждый пусть посмотрит как это переводится то есть здесь у нас существует заповедь Всевышний приходит и говорит Моше я прошу чтобы ты сделал одежду коэном У них есть вот эта мудрость, вот эта специальность, потому что это действительно очень серьезная ювелирная работа. Это не просто так одежда, это просто так одежда, нужно быть, чтобы специалист умел шить. Я, например, не умею шить. Да, специальная профессия, которая умеет шить. А тем более, когда идет такая очень серьезная ювелирная работа, конечно, на этом есть. Всевышний приходит и говорит, что есть особые такие люди, и вот они должны шить эти одежды. Так обратите внимание, здесь выходит как будто два высказывания. Одно высказывание Всевышний говорит Моше, ты должен сделать вот эту одежду. Хорошо, ты должен сделать. А потом написано, ты знаешь, скажи вот этим специальным людям, чтобы они сделали эту одежду. Так выходит, почему с самого начала Всевышний не говорит, скажи этим людям, чтобы сделали одежду. А так не написано. А так не написано. Написано. Написано с самого начала, ты сделай одежду. Все, Мошер Абен он портным был. Может быть, не знаю. Но потом все-таки написано, что скажи вот этим особым людям, Ашер Милейти в Руахохма, который их наполнил особым духом мудрости, чтобы они сделали вот эту одежду для коренов. Так вот этот вопрос, да, надо понять, о чем идет речь. Так я хочу с вами почитать Мальбин, как я сказал. Говорит Мальбин, вот эта одежда, которая, она, конечно, символизирует чего-то, не символизирует, она реально что-то внешнее. Одежда, это что-то внешнее, да? И, конечно же, это внешнее, оно должно быть именно четко по тем, в общем, размерам и так далее, которое написано в Торе, потому что это одежда. Одежда, это такая специальная форма, я бы сказал, вот этих коинов, которые они должны служить. И это должна быть форма четко, не приблизительно. Вообще у нас в Торе ничего приблизительного не бывает. У нас то, что Всевышний говорит, должно быть очень четко. Но какая разница, так или так, лишь бы приблизительно, не бывает такого, да? Это вы знаете, что человек, который хочет позвонить кому-то и набрать его номер телефона 1-2-3-4-5-6-7, 1-2-3-4-5-6-7, он приблизительно наберет вместо семерку в конце восьмерку, он не попадет туда. Это также очень четкие правила, которые у нас написаны во всех заповедях, кстати, не только в Мишкале, во всех наших заповедях. Так это говорит о том, что у нас есть очень четкое всякие управления и четкие, в общем, инструкции, как это все делать. Так, в общем, он говорит, вот эти одежды, это внешние, но по-настоящему, вот это важно сейчас, то есть вот эта внешняя одежда, она по-настоящему воспитывает нас на нашу внутреннюю одежду. То есть иногда мы смотрим, что ты хочешь от меня, слушай, я оделся одеждой, о чем ты что-то не говоришь, внутренняя одежда. Есть у нас одежда, которую мы одеваем на наше тело, внешне мы видим эту одежду, но вот эта одежда, которую вот сейчас мы будем учить про этих одежд, да, специальные, они одевают наши души. А что значит одевать души? Что значит одеть душу человека? Кэн имеется в виду, что есть душа у человека. Но как он ведет? Какие у него человеческие качества? Это называется в каббалистическом мире одежда этой души. Это не просто так. Понимаете, часто внешне, да, мы если оденем, что-то нам будет мало или велико. Это не подходит. Это не подходит тебе эта одежда. То же самое поведение. Мы говорим, слушай, это поведение не подходит тебе. Ты должен переодеться. Ты должен совсем по-другому вести себя. Это вот эти человеческие качества. Это твой характер, да. И вот это приходит, говорит нам, Моше, вот это ты должен сделать. Вот эти люди, партмы, они потом будут шить одежду. Но вот эти святые одежды, это касается каждого из нас. Это касается каждого из нас, как мы будем одевать себя. Как мы будем одевать наших детей. Это воспитание наших детей. Это одежда внутренняя. Они должны одеть вот это великолепие, вот это красоту на свою душу, на свою личность. Это личность. Когда я говорю, вот этот человек с такой личностью, ты имеешь в виду, он так красиво одет внутри. Иногда, может быть, он одет в трепанных каких-то это, но главное у него внутри вот эта его одежда. Это его качество, это его доброе сердце, это его отзывчивость, это его скромность, это его щедрость. Вау! Как он одет! Потом написано, что Всевышний говорит, я хочу, чтобы эту одежду было лекавод, в лекиферет. Здесь есть два значения. Есть одно значение, которое называется кавод. Кавод. Кавод – это почтение, уважать кого-то, почтение, уважаемый. И есть тиф-эрет. Это великолепие. И пишет нам, Мальбин, Он говорит, в наших источниках, в наших иудаизмах, в нескольких местах, что Непыш Адам, душа человека, называется кавод. Кавод. Почтение. И он приводит пасук из псалма Таилида, Таилима, Таасель, Житль, Непыш, Бо, Кэм. Кавод. Что такое, а потом есть кавод и есть тиф-эрек. Какая разница между ними? Я хочу объяснить. Смотрите, еврейский народ, и вообще каждый человек, у него заложено внутри какие-то необыкновенные качества, которые существуют у него. Да. Они существуют. Так как я несколько раз говорил, если возьмете какой-то гаррин, какую-то семечку, вот в этой семечке весь потенциал всего дерева, листьев, плодов, процветания, цветков, которые это дерево может давать, все у этой семечки, все заложено. Но что надо? Надо, чтобы у него, у этой семечки, было достаточно влажности, дорожастой земли, которую покрывает, достаточно света, понимаете? Определенная температура. Все это даст потом, что вот этот потенциал, который находится в этой семечке, он реализовал себя. А он может просто сгнить, и этот потенциал вообще исчезнет, как будто его не было. Ничего мы от этого не выиграем. Есть целые сокровища, которые Всевышний заложил, и есть, находится в еврейской душе у каждого человека по-своему. Это называется кого-то. Это что-то необыкновенное. Это когда... Да, у тебя есть кого-то. Поэтому я говорю, у каждого еврея он может сказать, да, уй, какой у меня кого-то большой, какое у меня почтение. Меня Всевышний избрал, у меня особая душа, у меня особое... Замечательно, все прекрасно. Но когда это превратится в тиф-эры, когда это превратится в что-то великолепие, когда ты что-то будешь работать над этим, и это будет выражаться, потому что всю жизнь человек может прожить, и вот эти моменты у него останутся, и никак не будут реализоваться, не дай бог. Поэтому мы приходим и говорим, что есть одежда, которая называется кого-то. Действительно кого-то, а есть тиф-эры. Тиф-эры то, что внутри у тебя находится, ты это, наоборот, потом более реализуешь, и это выходит снаружи. Это то, что первое я хотел сказать. Давайте сейчас посмотрим про каждую одежду. У Мальбима есть комментарий, который называется «Римзэй а Мишкан». Намеки Мишкана. Опять-таки, я еще раз повторю, потому что это важно, потому что все, что написано на фторе, это всегда актуально. Даже когда сегодня у нас нету Мишкана, у нас нету храма, и так это подробно написано про эти одежды, и про эти утвари всякие в храме. Это ничего страшного нету, потому что это говорит про нас сегодня тоже. И давайте посмотрим, что написано. Во-первых, мы говорим «мад». Как называются на святом языке человеческие качества? Например, когда человек выходит, хочет там найти себе жену, девушка хочет найти себя мужа. В еврейском мире первое то, что спрашивают – «Эх амидотшель». Перевод. Как его размеры? Казалось бы, размера худенькая, толстенькая. Нет. Мидот на иврите – это так же, как и одежда. Мидот – какой у тебя размер. Размер там XXL, это medium, small, это и так далее. Нет. Мидот – это человеческие качества. Потому что они так же одеваются, как я сказал. Это то же самое. Как амидотшелю? Мы хотим узнать, какие вот внутренние качества у этого парня или у этой девушки. Это медот. Давайте посмотрим, потому что с этим одевается душа. Давайте посмотрим, какие у нас были одежды. Гамара в трактате «Эрхим» в нашем Талмуде приходит, говорит, что каждая одежда Коэна, она была одеждой, которой Коэн, конечно, захотел. И с этим он служил в храме. И без этой одежды это было невозможно. Это была смертная казнь. Не без... Если Коэн заходил без этой одежды, если эта одежда была нечистая, это тоже смертная казнь, рваная, должна быть все полноценное. Должно быть действительно уважительное, великолепное. Даже по-простому, мы сейчас объясняли более глубокие всякие понимания, но даже по-простому они считаются, должна быть очень чистая одежда. И надо было имиять со временем. Нельзя, чтобы она была какая-то потрепанная и так далее. Но каждая одежда написана, что она искупляла. То есть она не только искупляла, опять-таки мы должны соединиться с этим Коэном, потому что вот этот Коэн, он мой представитель в храме. И то, что он, поскольку все евреи, мы все связаны, все у нас наша одна душа, только в телах мы разные, но душа она одна. Поэтому, когда Коэн одевает определенную вот эту одежду, так эта одежда влияет не только на него, она влияет и на меня, влияет на весь еврейский народ. И гвардар приходит и говорит, интересно, была специальная рубаха. КТОНЭК, да, МЕХАПЕРЭК АЛЬШФИХУД ДАМИН. КТОНЭК была рубаха, которая искупляет за убийство. Да убийство, страшно, да, убийство. Что была рубаха, которую священник одевал ее, и она искупляла. МЕХНАСАЙН. Был такие штаны специальные, которые одевал Коэн Гадоль. Да, она искупляет разврат, прелюбодеяние, гилюярает. Это она искупляет, страшно. Дальше. МИЦНЕФЕР, это был такой тюрпан, такой на голове такой. АЛЬГАСЕЙХАРУАХ, это таких грубиян. Грубиян, такие грубые люди. Да, так это надо тоже искупить у них. Искупить имеется в виду исправиться. Так она, вот эта одежда, которая была, это ГАСЕЙХАРУАХ, АВНЕТ, АВНЕТ, это был такой пояс большой, он искуплял про всякие мысли, которые у нас есть в сердце, ни кошерные, ни правильные, ни, в общем, неприличные, которые у нас есть, даже в сердце, какие-то желания и так далее, это искупляло. Давайте еще раз повторим. Так есть у нас четыре одежды, которые я только что сказал, четыре одежды обыкновенно священника. Есть специальная такая рубаха, которая искупляет на убийство. Есть у нас штаны такие, которые искупляет на разврат, на прелюбодеяние. Есть МИЦНЕФЭТ, который на голове такой, как ЦУЛПАН такой, он искуплял на ГАСЕЙХАРУАХ, это грубые-грубые такие люди. И АВНЭТ, АВНЭТ – это такой, который пояс, он искуплял за ИРУРАЛЕВ. Искуплял ИРУРАЛЕВ – это неправильные, некошерные всякие мысли, которые могли бы быть. Дальше. ХОШЕН. ХОШЕН – это такая таблица, которая была здесь на груди у первосвященника. Это он искуплял ДИНИМ. Если у нас были неправильные какие-то отношения с точки зрения соседей, бизнеса и так далее, которые, в общем, существуют, какие-то вещи, которые надо судиться с кем-то. Так вот эта одежда, там были драгоценные камни, 12 колен, на каждого колена драгоценный один камень – это ДИНИМ. ЭФОД – был специальный жилет, который искуплял Абудазара, который искуплял идолопоклонство. МИИЛЬ – был специальный МИИЛЬ такой, как плащ такой, который накинут на верхнюю одежду. Это НАЛАШОНАРА, ЗЛОЯЗЫЧИЯ, ИТИЦ, который был на лбу, МЕХАПЕРАЛЬ АЗЭЙПАЛИМ. На таких... АЗЭЙПАЛИМ – это наглецов таких, можно сказать. Замечательно. Давайте посмотрим сейчас, постепенно, посмотрим хотя бы часть вот этих одежд, и как она влияет на нас. Конечно, когда мы приходим и говорим, что там убийство, рубаха, убийство, я не убийца вообще, и так далее. Ой, я не служу, там видела поклонство. Это не про меня. Это не про меня. Это не совсем так. Объясняю. Кэн, обратите внимание, первые виды одежды, а не самый, скажем сказать, низкий уровень человека, который может быть. Убийство. Это... Убийство – это позор для человека. Прелюбодеяние. Он не переборол свои страсти. Потом у него есть иуреальность, у него есть какие-то какие-то желания некошерные, неправильные. Да? Этот у него есть. И есть гасы, рубаха. Наглецы такие, прям это, ему их ничего. Азейпаним – это тоже наглецы, но это что-то другое. Сейчас мы потом посмотрим. Азупним или гасруах – это что-то, две разные вещи. Сейчас посмотрим. Амихнасайм, то есть те, которые михнасайм. Давайте начнем. Здесь он начинает именно. Вот эту одежду, когда он одевает, он ее одевает не только, чтобы одеть вот свою наготу, свои там интимные, в общем, органы, которые он покрывает. А есть он покрывает и может контролировать своими, вот своими какими-то там страстями, желаниями. И вот эта одежда каббалистическим образом, это скуля такая, когда Коэн одевал ее на себя, это как будто мы все евреи одеваем, и это одевает нашу душу внутри больше контролировать вот эти безобразия, которые могут привести к пребридеянию. Поэтому мы одевали вот эти, одевал Коэн, это искупляло, если у тебя были какие-то мысли, если у тебя были какие-то действия и так далее, мы хотим одеть, потому что, опять-таки, грех, он не просто так человек грешит, конечно, это начинается от мыслей, это начинается от каких-то желаний, потому что мы не одеты правильно внутри, в наших душах. И поэтому это приводит к греху. Без этого это невозможно. Грех только после этого может быть. Поэтому вот эта одежда, она одевает нас. А когда мы одеты, мы можем беречь себя, контролировать себя. Ктонет. Ктонет эта рубаха. Уганкен мальбуш тахтон. Тоже нижная одежда. Опять мы говорим про нижные одежды. Самые одежды, которые связаны прямо с телом. Да? Язкир, это нам напоминает убийство. Почему приходит убийство? Убийство, это гнев, разлился, гнев наполняется. А мы хотим этот гнев одеть правильно. Не всегда чтобы у нас был гнев. Понимаете? Понимать, откуда все происходит. Потому что есть человек «Я такой, я вспыльчивый». «Я вот таким образом, я родился таким». «У меня, пожалуйста, не гневите меня». «Уважаем это что-то такое». Надо работать со мной. Надо одеться правильно. Одеть свою душу правильно. тоже мы видим, что когда братья продали Юсефа, продали Юсефа, хотели его убить, так они взяли вот эту рубаху и в крови ее окунули. Что значит крови окунули? Говорят каббалисты, это не только физически окунули в крови и показали отцу. Они окунули «Аз кто это пневмив дам аз». Вот этот «Кто это пневмив вот эта рубаха, которая у них была внутри, которая должна была, они ее окунули в эту кровь и поэтому это превратилось в то, что превратилось. Понимаете, это не только внешнюю рубаху Юсефа они окунули, они свою вот эту рубаху, которая внутри, они окунули в кровь и она пришла к этому безобразию. Они не выдержали вот этот гнев своему брату. Это то, что говорит. Дальше «Авнет». «Авнет» мы сказали вот этот пояс. «Шехагарба адалефля ашкия циуимара им б омек атеом ленефиш». То есть есть какие-то циури, есть какие-то фантазии, есть какие-то представления, есть какие-то у нас мысли, которые вообще они не могут быть реальными, актуальными с точки зрения морали, нравственности, божественности, духовной. «Авнет». Мы должны это спустить до самого низа, прекратить. «Авнет» такой пояс, который прекращает снизом и наверх. Сегодня тоже есть такие хасиды, которые одевают «гартль». «Гартль» это разделение между сердцем и наготой. Чтобы не было кому-то, что есть. Нагота это внутри, а мы хотим сердце, мы хотим мысль, мы хотим, чтобы это было наоборот наверху все. Это то, что он пишет. И поэтому его размер был 32 ама. Если ама приблизительно сегодня это полметра, 32, это 16 метров этот пояс, он так закручивал вокруг себя. 32, потому что лев, лев, лев это сердце, мы хотим, чтобы вот эти наши сердца, то, что было в наших сердцах, это тоже было аяма асеруки. Конечно, где находится у нас кин-а, где у нас находится зависть, где у нас находится страсть, где у нас находится Вячеславия, это все выводит человека с этого мира. Поэтому оно не дает жить человеку в этом мире. Поэтому мы должны правильно определиться и выйти с этого. Это, я бы сказал, вот эти четыре одежды, которые обыкновенного коэна, эти четыре одежды, они на самом низком человеческом уровне. Будь приличным, не будь с гневом, не будь с этими страстями, возьми, контролируй под собой все эти одежды, оденься прилично внутри себя. Это обыкновенный коэн. Но есть, да, есть, а может быть, скажем, четыре одежды, да, которые они гораздо выше. Четыре одежды первосвященника, которые там уже что-то другое. Я, может быть, скажу несколько слов здесь. Давайте скажем сейчас про эфод. Эфод, который одевал первосвященник, такой жилет. На этом жилете, Кен, жилеты были те, которые тоже были всякие идолопоклонники, которые одевали разные жилеты, Кен, и с этим они как-то отличались своей службой, своим священством и так далее. Но мы не идолопоклонники, мы не занимаемся идолопоклонницем, мы занимаемся Ехуд Ашем, мы занимаемся только служением единому Боку, и там у нас были, на этом жилете, на плечах были два драгоценных камня, два драгоценных камня, и на каждом камне было упомянуты, как-то высочено, это специальные были ювелирные работы особые, как у нас написано, Шемот Бней Исраэй, имена еврейских колен, то есть есть у нас еврейские колена, там были высочены имена, 25, да, на букв, было на одном, и 25 на другом, и вот эти 25 и 25 это основа нашей веры, а то есть мы знаем, что когда мы говорим Шма Исраэль Адуна Елюэйну Адуна и Эхад, то есть когда мы декларировали о том, то, что Всевышний един, что Он, Его суть, она едина, там есть 25 букв, если вы посчитаете, и есть потом, но это единство Всевышнего, но есть у нас единство Всевышнего тоже в этом мире, чтобы не подумали, что есть еще какие-то силы в этом мире, которые могут управлять, мы говорим и потом Барух, Шем, Квод, Малхуто, Леолам, Баэд, каждый еврей, он всегда, как минимум два раза в день, он говорит Крият Шма, и говорит Шма Исраэль, Адуна Илюэйну, Адуна и Эхад, то, что он декларирует, что есть единство, но он хозяин, он управляет, он всесильный, он, 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 но это он, не только он его, а он еще Барух, Шем, Квод, Малхуто, Леоламбэй, правда, это мы говорим шепотом сегодня, потому что, к сожалению, пока его царство, оно не так выражается во всем вселенной, но постепенно, постепенно мы будем говорить это потом и громко тоже, потому что Всевышний будет действительно проявиться к нам полностью, Кен, Ва Я, Шем, Ле, Мелех, Аль, Ко, Ла, Кен, Байо, Мау, Я, Шем, Эхад, У, Шво, Эхад, Это, например, и так любая одежда первого священника, который, например, говорит про хошин, мы сейчас говорим про эфот, хошин, это хошин мишпат, мишпат, имеется ввиду там уже колено все, это делает мир, мы хотим, чтобы жить мир между нами, чтобы не было никакого раздора, то есть мы видим, что четыре одежды, которые символизируют и одевают первого священника, это что-то гораздо высокое больше, это уже вера в Бога, это мир между нами, да, это уже любовь между нами, а четыре одежды, которые одевали обыкновенные священники, это самые элементарные, не гневись, не прелюбодействуй, давай оденьте, будь приличным, не надо говорить на шонара, и так далее, и так прочее. Так что, если есть вопросы, я здесь закончил то, что я хотел вам рассказать про еврейские одежды и как они влияют на нас. шалом, нет вопросов? А можно вопрос? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. А почему Творец дал средства искупления только этих восьми грехов, ведь грехов было гораздо больше, почему именно эти восемь за десять? Я не слышу, еще раз. Почему именно эти восемь, именно средства для искупления этих восьми грехов, а не больше, грехов ведь гораздо больше, ведь... Второй вопрос, смотрите, эти грехи, они... Когда мы говорим, например, гнев, гнев человека, и он приводит не только к гневу, от него есть очень много грехов. Зависть. От зависти человек может тоже кого-то сделать что-то неприятное, украсть чего-то и так далее. Эти восемь грехов, они основные, которые от них, если человек одевается прилично в этом, он спасает его, в принципе, можно сказать, от всех грехов. Потому что, если ты понимаешь, что есть Творец, что Творец наблюдает над тобой, понятно, что ты остерегаешься остальных грехов, то это вот это основа всего. Понимаете? Любой грех, который вы скажете, вот любой грех, почему ты там, я знаю, не кушаешь кошерное, это, я бы сказал, страсти. Это что-то такое, страсть, они ничего не держат у меня. Могу это сказать, потому что ты не веришь достаточно Богу. Поэтому вот эти одежды, они превращают нас, были более божественными, приличными, и это спасает нас по-настоящему от всех грехов. Если можно, у меня маленькое, ну даже не вопрос, может быть, а замечание. Мне вот очень показалось очень интересным то, что Раб говорил, понимание разницы между бегет и связанное с этим левгод и с другой стороны мальбуш или льбош, правильно? А вот то, что пришло в голову, если я не ошибаюсь, это то, что говорит Яков, после ведения с лестницей, он говорит такую фразу, да, вы натан ли лехан не холю бегет льбош. И как бы в одной фразе есть бегет и есть льбош. Вот я не встречал комментария, который бы объединял, давал бы пояснение именно тому, что он выражает в одном, наверняка в этом есть какой-то смысл, что это в одной фразе и бегет и льбош. Я сказал поэтому, что сегодня говорят бегет, говорят богатин, но глагол он только с точки зрения предательства. Нету льбош, левуш, льбош, а в бегет львгод на еврейте это только по поводу предательства, потому что действительно часто одежда придает. Часто ты приходишь в какой-то приличной одежде, думаешь такой важный человек, а внутри у тебя все пусто. Это очень часто может придавать даже в таком простом смысле. В простом смысле мы тоже очень часто встречаемся сначала на какой машине человек приехал, какие у него там то, а потом если успеем встретимся его личностью, его душой. у меня такое некоторое самопальное объяснение, оно наверняка не вписывается в какие-то рамки, но тем не менее, сейчас мне пришло в ум, что вот бегет может быть богат, мы знаем, что гат, то что по-русски звучит совершенно как бы нехорошо отрицательно, на иврите гат это совсем другое, это вот счастье. Ошер счастье. Да, ошер счастье. Может быть богат, что тот, который находится в бегете, ему приходит гат как раз, он бэггат, вот тот человек, который находится в бегете, тогда ему как бы приходит окей, ну хорошо, замечательно, очень интересно, огромное спасибо. Спасибо всем, у нас сразу после занятия рыба будет занятие рыбанием. Всем счастливо и пока.